Всем здравствуйте! Рассмотрите технический рисунок платья и затем платье вы можете рассмотреть на мне. На техническом рисунке силуэт, возможно, я нарисовала более приталенным, но сделала более свободным. По желанию, естественно, каждый свой силуэт выполняет как кому нужно. И у кого какая фигура, у кого какие по желанию. По техническому рисунку вы увидели, что есть нагрудная выточка, идущая в боковой срез, но я ее не делала. Я выточку нагрудную расположила, то есть перенесла в талевую выточку. Отрезной бачок, вот деталь отрезного бачка, она располагается выше линии талии, потому что вот у меня линия талии, и отрезной бачок приподнят на 5 см выше. Само платье имеет расширенный силуэт, вот здесь по боковым, да, вот мы идем от линии отреза, мы расширяем, и дальше пошло сужение. При заужении, что необходимо обязательно учитывать? Обязательно учитывайте свой шаг, чтобы не было так, что вы сделали, сильно заузили, и при этом вы не могли нормально ходить, заходить в транспорт, кто пользуется. То есть это очень важный момент. Длина и шаг, не забываем об этом. Теперь это платье. Для какой фигуры оно подойдет? Ну, для многих типов фигур. Фигура груша будет хорошо, потому что вот у нас пошел вот этот вот плавный переход, и бедра, если они пышные, они скрываются. Если фигура яблока, живот, тоже живот скрывается. Я сейчас повернусь к вам боком, и вы вот посмотрите. Вот смотрите, я поворачиваюсь боком. Есть у меня живот или нету? Непонятно. И теперь делаю оп, а его нет. Он же мог быть, но при этом он скрывается, то есть его нету, он растворяется в этом фасоне платья. И вы смотрите, такая легкая, непринужденная, замечательная. Теперь на мне находятся бусики и кеды. Полное несоответствие. Но я специально надела и так, и так, для того, чтобы дать вам возможность понять, что это платье, я могу надеть бусы, какую-то бижутерию, высокий каблучок, и будет совершенно платье одно. Если я снимаю бусы, надела и кеду, совершенно по-другому платье смотрится. И рукав, он просто бесподобен. Посмотрите, мы рукавчик, когда моделировали, убрали полностью припосадку. Здесь у нас шов находится по серединочке. Дальше идет спрямленная линия и замечательный, интересный такой вот колокол, либо тюльпан. Мне хочется сказать так. Естественно, нужно правильно подобрать ткань. Ну, к этому фасону платья подойдут много тканей. Это может быть и трикотаж более мягкий. Тогда он будет такой падающий и где-то будет, естественно, облегать. Но мы выбрали сюда костюмку. Эта костюмка у нас производства Италия 100% хлопка. Она не тянется. Если приблизить, она такая мелкий-мелкий рубчик. Напоминает как микровельвет, но на самом деле она гладенькая, хорошая. Не видно, камера не передает, но вблизи, когда вы будете рассматривать, то вы увидите цвет морская волна. Это ткань у нас, костюмка из интернет-магазина Тори Ткани. Ссылочку на магазин оставим вам обязательно в описании. Вы зайдете, посмотрите и, возможно, подберете себе либо эту ткань, либо выберете что-то другое. И я постоянно говорю для зрителей нашего канала, кто будет делать покупки впервые в этом магазине, проговаривайте промокод Ткани Женщина и получайте скидку. Итак, сегодня вы рассматриваете платье на мне. Моделирование мы также снимали, но хотим узнать, нужно вам это моделирование или нет. Если оно вас интересует, то, пожалуйста, пишите, либо ставьте плюсик. Если плюсиков будет много, тогда мы будем объединять видео и завтра его выставим.